Мы сейчас с вами находимся в нашем доильном зале, рассчитан он на 32 головы, то есть это параллель в каждом ряду по 16 голов. Когда животные заходят на дойку, то дойеры начинают работу с ними по 4 головы, то есть сначала они должны обработать вымя средством до доения, с этого начинается наша рутина доения, это средство до доения, потом они сдаивают первые струбки, с каждого соска 2-3. Потом мы работаем одноразовыми салфетками, то есть одна корова, одна салфетка. Вымя оттирается и уже только после этого одевается аппарат, который сначала запрограммирован на стимуляцию вымя не секунд на 15, а потом уже начинается дойка. После того, как когда дойка уже подходит к концу, то аппараты запрограммированы так, что в каждой доле вымя не остается порядка 250-300 миллилитров молока. И аппарат уже автоматически отсоединяется. Дойеры обрабатывают вымя средством после доения на основе года. Его задача закрыть сфинктер соска и тем самым предотвратить попадание микробов, например, возбудителей мастита и так далее, в вымя. Потому что первостепенная задача, это, конечно же, сохранить здоровое вымя. После этого уже автоматически ворота открываются, и дороги уходят обратно в секцию. Все. В общем и целом процесс, который мы тратим на одну голову на дойке, с заходом, с соблюдением рутины и так далее, составляет порядка пяти минут. Информация о том, сколько короба дала молока, какое оно качество поступает в систему? Качество нет. Качество – это уже лаборатории, обратная связь с молозаводами и так далее. Ну, жир, белок мы на месте проверяем, и на месте мы проверяем соматику ежедневно. Количество соматических клеток, это говорит о том, что мастита у нас нет. Скажем так, верхний предел нормы – это 300. У нас соматика последние три месяца не поднимается выше 110. Ну, это очень. Да, это говорит о соблюдении рутины доения, о здоровье в имени и вообще полностью о чистоте и санитарии. Количество – да. Сначала оно фиксируется на мониторах. У каждой коровы же чип. Она проходит, через датчик срабатывает, ее номер высвечивается на мониторе. И также высвечиваются литры, которые она дала за дойку. Потом это все поступает в систему, а там уже мы это все смотрим. Двухразовая тоже было бы неплохо. И я знаю многие фермы с очень продуктивными животными. Многие слышали о том, что таковые есть. В России не знаю. Знаю, что такие есть в Америке, например. Но мы не переходим на двухразовую дойку. Хотя есть плюсы в плане сокращения затрат на работу доильного зала. Это все понятно. Но, опять-таки, пока что мы не уверены и боимся проблем с выводом. Что могут начаться все-таки какие-то или маститы, или еще что-то. Поэтому мы пока не рискуем. Мы остаемся на трех раз. Какие лет доится корова? Вот сколько вы времени ее эксплуатируете, как дойную корову? У коровы ровно столько лактаций, сколько она еще способна нам давать молока. То есть у нас порог это 20 литров на голову в сутки. Ага, ясно. В среднем по стаду. Если животное дает меньше, опять же, надо понимать по какой причине. А может оно хромает. А может там китоз. А может там еще что-то с ней переключилось со здоровьем. То есть это что же надо понимать. Не так, что просто открыл программу. Ой, вот тут вчера было все хорошо, сегодня плохо. Пусть она уезжает на мясокомбинат. Такого тоже нет. Но в среднем, если животное здоровое, и мы видим, что там продуктивность ниже 20 литров в сутки, то это зообрак. Точно так же мы сейчас поступаем с сементалами. То есть мы их содержим, доим, кормим до того дня, пока они уже по своей физиологии, то есть они выдаиваются. Они начинают давать 20 литров и меньше. А если нет никаких проблем с воспроизводством и с надоями, у нас есть животные, которые по 4-й, по 5-й лактации. Но я думаю, что обращали внимание на следующее. Ну, во-первых, это вентиляция. То есть животным должно быть комфортно. Когда мы говорим о надое там 20 литров среднем на голову на ферме, это один расклад. Если мы хотим доить 35 литров и выше, то мы должны уделять очень много внимания комфорту животных. А вы хотите столько? А мы уже давно столько доим. Ага. У нас сейчас средний надой на дойную, рекорд был 36,4 на одну дойную корову. В среднем мы доим 35, ну, с хвостом, 35,4, 35,7, когда как. Ну, в среднем 35 на дойную и 30,7 на фуражную. Так вот, комфорт. Вентиляция обязательно. Ну, то есть это не закрытые корпуса. Вот. Это чем больше там будет свежего воздуха, тем животным будет комфортнее. Понятно, что и вентиляторы, и орошение из-за нашей жары. Мы, например, когда установили систему орошения, мы практически, можно сказать, перестали терять в молоке, когда вот у нас, я даже не знаю, когда у нас не было летом жарко, но вот практически все лето у нас тут держалось, за исключением июня, под 40. Каких-то великих потерь у нас не было. До этого мы могли терять до полутора литров на голову в сутки. Ну, потому что, ну, конечно, не просто умирать. А при какой температуре вы орошение включаете? У нас на это дело есть тоже протокол. Если, например, это 25 градусов, то мы включаем там с одной периодичностью на столько-то секунд. Если это там 30 и выше, то это уже там с другой периодичностью на столько-то там часов. Вот, если это там 40, то практически каждые, по-моему, 5 минут у нас включается орошение. Круглые сутки. Потому что если и ночью сохранят, похолодало до плюс 30, но это как бы несущественно для них, то они работают круглые сутки. Ну, там, вентиляторы орошения, вентиляторы орошения. Да, очень любопытно. То есть это в самом корпусе происходит, потому что мы сталкивались иногда на улице. Нет, у нас нет никаких больше уличных выгульных базов. Мы их закрыли. То есть они номинально есть, но животные туда не выходят. Нет. Да? Нет. А почему отказались от них? А зачем? Ну, там вроде как прогулки, мацион там. Ну, она прекрасно двигается по корпусу. Потом великого мациона там, если честно, нет. Они точно так же выходят туда и ложатся. Только если у них лежаки постоянно чистятся, посыпаются пушонкой, и она ляжет выменем на чистый лежак, то в выгульных базах этого, естественно, нет. И она ложится выменем, а если дождь прошел там, или ну и просто там, уже не можем каждые 5 минут там чистить. Это технологически невозможно. Вот. То есть, естественно, она ляжет выменем на грязную поверхность. Потом она приходит на дойку. Ну, о рутине доения мы поговорим отдельно, но тем не менее, чем чище вымя, тем проще и быстрее работать дойру. Поэтому вот смысла большого... Вы давно отказались от использования выгульных? Ну, я так, по-моему, уже года полтора-два. Ага, интересно. Ну, они у нас есть, мы их используем для того, чтобы там, может, технику какую поставить или еще что-то. Но животные там у нас не прогуливаются. А у вас есть какой-то норматив, вот сколько должно быть, я не знаю, кубометров воздуха для одной коровы там или чего-то, обещаний в коровнике? Они однозначно, наверное, есть, вот, честно сказать, я их не знаю, вот. Но при покупке вентиляторов мы рассчитывали количество вентиляторов на данный корпус, вот, чтобы, соответственно, сделать максимально комфортно для животного. А вы вентиляторы поменяли, что ли? Мы, у нас, ну, естественно, с 2009 года были уже и другие вентиляторы, те, которые, ну, естественно, мы их ежегодно, перед сезоном летним мы их снимаем, там, делаем какой-то там осмотр, чтобы не получилось так, что у нас уже плюс 40, а мы только заметили, что у нас там вентиляторы не работают. И, конечно, мы докупили еще. Плюс мы их повесили и на дойке, и в накопителе, потому что во время доения корове тоже должно быть комфортно. Это недавно сделали? Ну, может, год назад. В 2018 году мы это все сделали. Да, ну, мы сейчас все посмотрим. А вот, скажите, в корпусах, вот мы как-то были на, ну, небольшой ферме, хотя она уже, наверное, по голове и близка к вашей в Краснодарском крае, фермерское хозяйство, там, в Павловском районе. И они даже вот говорят, что важно, чтобы и уклон потолка был такой, чтобы вентиляция, вот воздух циркурил. Вполне возможно. Если бы мы, или, скажем так, когда мы примем решение строить еще дополнительные корпуса, мы тоже, возможно, все это будем учитывать. Но это было построено в 2009, честно сказать, что увидела, на том работаем. Пока я не забыла. На 220-й день стельности идет корова в запуск. А что касается, значит, у нас в среднем сейчас 272 дойных дня по стаду при сервис-периоде 118. Это неплохо. И вот этот показатель 30-35, он распространяется на весь этот период доения. Да, да. Ну, круто. Ну, естественно, 35, если вы имеете в виду литры на голову, мы же смотрим в среднем по стаду, да? То есть минимальный порог – это 20, но таких крайне мало. Вот я буквально вчера сидела, смотрела программу, думаю, кого бы выбраковать. Вот, я нашла три головы. Ага, меньше 20, да? Которые 20. Меньше нету, 20. Ага. Вот. Есть, конечно же, коровы, которые дают больше 50. Но основная масса по стаду у нас дует там 30-30-32. Вот это мы тоже можем посмотреть. Я прям покажу эти отчеты по надою. То есть сколько голов, сколько дует. Вот. Ну, естественно, потом же это все считается усредненно и выходит в среднем 35 на голову в сутки по надойных, по стаду. А скажите, вот каких коров вы больше любите? Те, которые больше 50 дают или тех, которые дают 35 или 34? Я люблю в первую очередь здоровую корову. Ага. Вот. Но, нет, ну, конечно же, чем больше, тем лучше. Чем выше показатели, тем лучше. Это же понятно. Потому что основное во всей этой экономике молочной – это воловка.